Это дети – воспитанники реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната номер 2, детской музыкальной школы номер 2 и школы искусств. Все вместе они собираются на фестиваль творчества и сначала участвуют в мастер-классах. Здесь же выставка их поделок и рисунков, а уже на сцене – разножанровые номера художественной самодеятельности. Девятилетняя Даша Шмайхель уже третий год участвует в фестивале «Хрустальный петушок». На этот раз ее театраизованные песни про дождик очень понравились публике. Мне нравится, я уже с детства хочу петь и танцевать, больше мне нравится танцевать. Да, она на вокале с учительницей занимается в «Викторию» и дома она тоже поет. А Тамара Бастрикова в выступе в составе хора школы-интерната номер 2 готовилась рассказать еще и свое любимое стихотворение – оно про счастье. Счастье – это когда семья есть, любовь не присутствует, все хорошо дома. О счастье были и песни других участников фестиваля. Для них сейчас самое главное – хорошо выступить на районном этапе и принять участие в городском фестивале. Этот фестиваль проводится в городе ежегодно. И дети с инвалидностью ждут этот фестиваль с нетерпением, потому что у них есть возможность показать свои творческие работы, показать свои номера художественной самодеятельности, вообще показать о том, что они ведут активный образ жизни и могут заниматься тоже любимым делом. И мы очень благодарны общественной организации «Лиге женщин МОЗ Добра», которая поддерживает этот фестиваль, которая развивает этот фестиваль. И надеемся, при их поддержке этот фестиваль еще будет на территории города жить долго. Городской фестиваль состоится в ноябре в рамках празднования Дня города. На сцене встретятся лауреаты районных фестивалей. Они уже прошли в Адлерском районе, сегодня в Центральном. На очереди Лазаревский и Хостинский. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.